всем привет все спрашивают диман куда пропал почему нет видосов про стройку вот и каково состояние на каком этапе остановилась стройка сейчас у нас декабрь пришли морозики сильные предыдущий ролик кто не смотрел смотрите там вся информация была по фундаменту какая глубина ширина материал и тому подобные вещи это видео будет о том как укладывали цоколь точнее расскажу сколько как где вот укладывали цоколь плиты перекрытия и соответственно коробку первого этажа на этом строительство было закончено на сезон так в общем стройка началась 5 сентября где-то длилось недели полторы около двух темп был приличным ребят работали 3 каменщика на объекте у меня и что из этого получилось сейчас я вам расскажу и покажу друзья вашему вниманию хотел бы порекомендовать вот такой чудо светильник установлен на нем датчик движения соответственно ночью находиться в режиме ожидания днем соответственно находится в режиме подзарядки на нем установлена солнечная батарея которая при падении солнечных лучей заряжает батарея снова светильника соответственно работает полностью в автономном режиме и давайте посмотрим как он на самом деле работа начинаю свое движение и дачки движения срабатывают этого света достаточно допустим чтобы перейти в темное время суда какой-то коридорчик у вас находящийся на улице или еще какие-то места чтобы не спотыкнуться и не разбить нос всем рекомендую ссылочка в описании в общем цоколь 5 рядов укладывали 6 6 рядов укладывали цоколя в два с половиной кирпича потому что у меня основная стена шлакоблок 40 плюс расчет у меня 10 сантиметров утеплитель 2 сантиметра вентиляционный зазор и облицовка облицовочным кирпичом 12 сантиметров вот и в итоге короче кладка была в два с половиной кирпича 6 рядов мы подняли и уложили плитоперекрытие плиты перекрытия у меня такого размера здесь вот участок соответственно на полтора метра ширины 440 длины плита п.б. соответственно с воздушными каналами порами здесь плита п.б. тоже полторашки по ширине по длине только 4 с половиной метра здесь вот одна метровая ширины вот эта метровая плита и здесь у меня осталось около 30 по 40 сантиметров пространство которое я не успел в этом сезоне забетонировать сделать стяжку так сказать вот так вот получилось максимально подогнать плиты плиты заказывал по размеру то есть больше никак я не мог вложить по ширине по длине шагом плиты идут 10 сантиметров поэтому подогнал вообще без проблем далее соответственно гидроизоляция и потом укладывали шлакоблок в 40 сантиметров то есть в кирпич с расчетом на стяжку теплого пола соответственно у меня окна оконные проемы начинались на четвертый ряд открываться на 5 5 рядов на 5 ряд то есть это метр но еще учет и получается меня окно 80 сантиметров где-то 82 85 наверно будет начинаться окно в принципе это нормально дверной проем основной вход метр ширина 2 10 высота соответственно задний выход тоже самый метр ширина 2 10 3 10 высота Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Еще стену не подняли Добавил субтитры DimaTorzok 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 вот они как есть здесь была земля перед всей стройкой второго этапа то есть цоколь плиты и стены сюда заехал экскаватор просто мне углубил на метр тридцать относительно фундамента относительно нуля углубил метр тридцать подвальчик вот все мы выкопали но тут еще кое-где почистить тогда не было времени просто сами понимаете какая у меня работа кто следит за моим каналом знать вот и после чего еще подняли 6 рядов цоколя и получилось что с моим ростом метр семьдесят здесь приличный подвал метр восемьдесят наверное но местами еще неровности это все будет подравниваться но метр восемьдесят подвал получился принципе назначение подвала так вещи какие-нибудь сюда складывать допустим зимние на лето летние на зиму там лыжи санки и тому прочие вещи чтобы они не валялись где попало просто и хранить нормальном помещении вот вторая половина меня с таким вот лазом здесь потому что в той стороне у меня будет кухня соответственно сантехнику нужно обслуживать нужно ее где-то тянуть все это будет делать вытягиваться сразу через вот это окно также заложена труба фундамент уже многое спрашивали а димана почему сантехнические трубы вот воды не заложил фундамент все заложил канализационный вывод на 70 сантиметров от поверхности почвы глубина промерзания нас метр двадцать и метр шестьдесят у меня то есть еще глубже нужно копать метр шестьдесят у меня заложено фундаменте вот воды и так друзья вот она вторая половина сейчас нахожусь в области кухни соответственно у меня есть про духе два штуки с этой стороны 1 внесущий соответственно плюс еще окно и два продуха с второй стороны здесь вот плиты перекрытия как раз они идут стык в стык друг дружки и вот здесь вот у меня участок под эркер соответственно его выпиливать тоже плиту неудобно здесь мне еще опалубка стоит здесь бетонировали стяжку бетонную где-то около куб 200 бетона ушло на эту стяжку и все стяжка у меня тоже упирается как и плиты по 12 сантиметров на цоколь вот и так вот у меня в одной большой половине дома закрыт весь пол полностью во второй половине тоже нужно делать стяжку дабы закрыть вот то самое пространство и соответственно немножко подрубить плиту по 10 по 15 сантиметров каждый чтобы был вас 80 на 80 хотя бы вот вот так вот все это выглядит друзья вот так вот на этом стройка моя приостановилась на этот год соответственно по материалам расчет вы увидите в конце ролика там я выведу все материал потому что с собой документацию меня нету в конце ролика вы увидите что и сколько ушло так что на этот год больше постройки никаких видео не будет соответственно будут весной летом уже когда начнем следующий этап строительства то есть будет возводиться второй этаж соответственно плиты перекрытия второй этаж выкладывать фронтоны и крыша но это все вопрос времени финансов как дело будет обстоять вы об этом обязательно узнаете обязательно буду записывать видосик не переживайте вас я оповещу так что всем спасибо кто был неравнодушным кто смотрел кому интересно что как и происходит не только у нас на работе но и мои личные дела мои личные проекты так что всем спасибо ставим лайки комментируем и ждем следующих роликов всем пока и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok